Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я думаю, вы уже привыкли, что по понедельникам с нами на связи Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Говорим, как прошла прошлая неделя. Она была достаточно короткой. Я имею в виду всего три рабочих дня. Хотя вакцинация проходила и в государственный праздник, и в выходные. Об этом и начнем. Инга, ну, наверное, можно было ожидать, что, может быть, активность людей несколько снизится. Многие, я просто знаю, вообще покинули страну, уехали отдохнуть на эти длительные выходные. Но вот какова тенденция? Ну, в принципе, вы довольно-таки правильно подметили. У нас было три рабочих дня, и мы видим их по статистике. В те конкретные рабочие дни, понедельник, вторник, среду, мы достигаем ту же самую активность, с которой у нас уже последние 5-6 недель. И как только наступает праздник, 18 ноября, то с 18 ноября по воскресенье, в принципе, конечно, активность упала, упала фактически наполовину. Но все равно, я думаю, в конечном итоге мы достигнем где-то 50 тысяч фактов вакцинации в течение нашей праздничной недели. Ну, конечно, мы видим, что идут на убыль первые дозы, несмотря на то, что за всю прошлую неделю 40% было именно первых доз, то есть те люди, которые начали курс вакцинации. Мы видим, что понемножку растет тоже тенденция получать бустерные дозы, то есть фактически это составляет одну, где-то, скажем, на прошлой неделе это 9 тысяч, на данный момент, скорее всего, это будет порядка 12 тысяч доз. Так что какие-то тенденции, которые были на прошлой неделе, они очень характерны тоже для праздничной недели. Да, вот что касается первой дозы, все-таки чуть поясните, потому что многие по-разному это все комментируют. Я так понимаю, что поскольку довольно большое количество людей уже первую дозу получили, то и по объективным причинам она уменьшается, не потому что люди больше не хотят вакцинироваться, чтобы было понятно. Да, конечно, этот процесс, они, конечно, связаны. У нас отличается интерпретация первых доз тоже, в отличие от агентурии ЛЭТ, которая первые дозы, например, засчитывает только Pfizer и Moderna. Мы засчитываем, скажем, у нас есть такое деление, начинают вакцинацию, там мы тоже включаем людей, которые принимают Янсен, и те люди, которые заключают вакцинацию, и вакцина Янсена там и там, потому что на данный момент официально это вакцина одной дозы, хотя, конечно, есть довольно-таки настойчивая рекомендация людям после вакцины Янсена получать дополнительную дозу. Но да, что касается такой общей статистики, если мы посмотрим на жителей в возрасте 12+, то есть это те люди, которые в Латвии имеют право, у них есть возможность получить вакцину, на данный момент их 76% тех людей начали курс вакцинации, так что мы видим, что этот процент тоже растёт, а закончили курс вакцинации 69% из популяции 12+. Если мы посмотрим по такому разрезу, по стандарту из общей популяции, какой процент обхвата, то на данный момент начали вакцинации 66%, закончилось 60%. То есть, конечно, уже достигнута какая-то черта, то есть какой-то… Ну, есть прогресс, да. Тем более мы понимаем, что у нас за это время почти 250 тысяч переболело. Да, ну вот те, кто переболеет недавно, они тоже достаточно защищены. То есть, в принципе, уже есть свет в конце туннеля, да? Есть, конечно, свет. Мы тоже видим не только свет в конце туннеля, но, не знаю, мы на прошлый раз говорили, не говорили, мы, конечно, тоже уже на фоне Европейского Союза уже не выглядим страной, которая где-то там в конце списка. Да, мы уже находимся в середине списка, то есть с такими странами, как Австрия, Швейцария и так далее. Да, вот на днях… В принципе, мы уже, я думаю, я еще сегодня утром не посмотрела, но я вчера читала в Твиттер-конте одного статистика Латвии, что, в принципе, по первым дозам мы, наверное, уже достигли тоже и Литву. Да, вот буквально на днях министра здоровья Данил Павлец говорил о том, что необходимо еще 100 тысяч сеньоров привить. Цифра выглядит достаточно большой. Да, но опять-таки нужно смотреть по разрезу и разбросу по всей стране. А большее количество сеньоров, скажем, больше одной трети из них находится именно в Риге. Так и естественно, что в Риге самая большая концентрация жителей. Например, есть власти, в которых невакцинированных сеньоров только несколько тысяч, что, в принципе, это можно обхватить. До сих пор активно в таких городах, как Рига и в других больших городах все-таки работают на обзвон, на персональный звонок сеньорам. То есть мы тоже ищем данные по различным регистрам, то есть что касается семейных врачей, в социальных службах и так далее. Ну да, этот процесс, он идет. Кстати, тоже интересно посмотреть на сеньоров в разрезе возрастных групп. В принципе, самый высокий процент вакцинации, конечно, в возрасте 60-69. То есть это те люди, которые экономически активны. И там, в принципе, он скоро уже достигнет почти 80%, что очень большая цифра. Немножко меньше цифра на низких процентов в возрасте 70-79. Но тоже если мы посмотрим на остальные категории, которые у нас были такими больными, 80-89 и 90+, то тоже в этих категориях, в принципе, довольно-таки хороший прогресс. То есть 80-89, там уже половина жителей из этого возрастного категории уже получили первую вакцину, как пример. Да, вчера вот коллеги с латвийского телевидения обращали внимание и напомнили, что все-таки вы уже тоже об этом сказали в самом начале, что те, кто привился вот этой однофазной вакциной Джонсона, в принципе, через какое-то время, я так понимаю, что Центр иммунизации рекомендует уже через 6 месяцев, а то и раньше, 5-6 месяцев, уже думать об этой дополнительной или буксерной дозе. И там таких вот людей где-то по подсчетам телевизионщиков 90 тысяч, тоже довольно большой массив жителей. Но я так понимаю, что они могут прививаться не только Джонсоном второй раз, вернее, желательно привиться чем-то другим, там, Модерном или Файзером. Да, что касается Янсона или Джонсона, как в основном на русском языке называют эту вакцину, то там, в принципе, желательно, я бы даже сказала, можно уже сказать, но, в принципе, обязательно нет, но очень-очень важно получить дополнительную дозу, начиная с 8 недель после получения, скажем, единственной дозы Янсона. И да, там, в принципе, есть, скажем, такой приоритет вакцины, как первый приоритет для дополнительной или бустерной вакцины после Янсона рекомендуется именно Модерна. Следующая идет, скажем, по рангу Pfizer. И, конечно, если человек очень-очень-очень желает, можно получить Янсона, но это очень редкие случаи. В принципе, именно эпидемиологически и под различным медицинским основанием рекомендуют именно МРНС-вакцину, то есть вакцину другой технологии получить как бустерную после Янсона. Тут перед праздником выяснились некоторые нюансы, именно как взаимодействуют различные базы данных. Ну, скажем, моя знакомая столкнулась с такой ситуацией, она привитая и заболела, но ей больничный закрыли на 5 дней раньше, чем снова вступил в силу сертификат. Наверняка это не единственная ситуация. Что, куда обращаться людям в такой ситуации, чтобы вручную как-то, я не знаю, побыстрее включить снова сертификат? Да, ну, знаете, эти ситуации в нашей стране, ну, как и с сертификатами, и с вакцинами, и с переболеваниями и так далее, они, конечно, впервые сталкиваемся с такими большими проблемами. И людям, если у вас есть такие, ну, скажем, проблематичные ситуации, обязательно связывайтесь с Национальной службой по здоровью. Там как раз есть клиент-сервис, вы в сайте определённой этой организации найдёте и телефон, и имейл, пожалуйста, пишите, проблемы решаются, разрешаются, и, может быть, вы поможете, скажем, найти какую-то проблему в системе, она опять-таки оперативно решится, и так вы поможете тоже тем людям, которые соприкасаются с такими проблемами. Так что это эластичный процесс, который решается. А известно ли, ну, как много вообще, в принципе, обращений в эту службу в связи с работой всех этих баз данных и именно сертификатов? Что касается сертификатов и таких проблем, это, в принципе, ну, увы или слава богу, не мой род деятельности, и я, в принципе, могу только рассказывать о вакцинации. Что касается этих проблем, скорее всего, вам нужно пригласить кого-то из службы, которая ответственна за эту тему. Да, вот еще, может быть, такой вопрос, связанный вот с дальнейшей стратегией вакцинации. С одной стороны, вот я понимаю, и тех, кто все это организует, казалось бы, что уже все придумано, да, но вот есть большие центры вакцинации в самих медицинских учреждениях, семейные врачи подключены, автобусы вот с вакцинами ездят, да, в разные регионы, не только в Риге, а не в спальных районах. Что еще? Есть ли еще, не знаю, какие-то узкие места, где вам кажется, что вот надо бы вот здесь подработать? Ну, знаете, в данной ситуации, скажем, именно в разработке идет процесс того, что, скорее всего, вакцины можно будет получать тоже в аптеках, но на данной ситуации это еще разрабатывается и всеми, и так далее. То есть там еще нужно немного времени, но, скорее всего, тоже будет такая новая линия в этом процессе, так как аптеки находятся везде, так как в аптеках очень такой большой оборот людей, скорее всего, это тоже будет одна из форм, которая будет введена в нашей стране. Аптеки – это прекрасный метод и прекрасный способ, особенно учитывая, что на улице теплее не становится, и вот уже, пожалуйста, первые заморозки стоят в очереди под открытым небом к автобусу, конечно же, то еще и себе удовольствие. Вопрос, конечно, надо будет думать еще. Что касается семейных врачей, длительное время были разные дебаты о том, насколько врачи могут, не могут, успевают, не успевают, но вот сейчас какая ситуация? Ну да, ну вы знаете, там, конечно, были разные проблемы, они были связаны с тем, с той наброской, которая на семейных врачей ложилась тоже с начала учебного года, все тестирование и так далее, и так далее. Конечно, ковид тоже дает большую нагрузку на семейных врачей, особенно в тех регионах, где он довольно-таки распространен, этот вирус. Но на данной ситуации, конечно, до сих пор сохраняется тенденция, что есть практики, в которых очень высока вакцинация, обхват вакцинации. Есть практики, которые за последнюю неделю очень активно делали этот процесс и вакцинировали своих людей, так как и самоуправление, и сами семейные врачи обзванивали людей, там довольно-таки высокая активность. Но, увы, конечно, есть такие семейные практики, в которых этот процесс буксирует, и там уже, так как у нас создан специальный такой дигитальный мониторинг ситуации в семейных практиках, то уже мы заранее, скажем, мы прогнозируем и видим те семейные практики, в которых есть какие-то проблемы, связываемся, понимаем проблемы, помогаем решать семейным врачам проблемы, почему люди не идут, или, например, или не хватает у них возможности обзвонить людей, или, не знаю, нет каких-то данных. То есть, фактически уже с каждой, почти с каждой конкретной семейной практикой работается индивидуально. Да, на последний вопрос, я думаю, надо сказать, что никакого дефицита вакцин нет. Я почему это спрашиваю? На днях была какая-то публикация, где вот утверждалось, что вот возник дефицит. Ну, в частности, назывался Pfizer, но я так понимаю, что никакого дефицита нет, есть выбор даже. Да, выбор есть, так как он и был в свое время. Да, эта статья, насколько мы с журналистами связывались, как раз тот момент, когда у нас сокращались Pfizer, но как раз в то время был уже заранее известный выход из этой ситуации. То есть, там уже были переговоры с Литвой, мы получили эти 200 тысяч доз вакцин, и в декабре мы получаем еще более 200 тысяч доз вакцин Pfizer, а также есть большие доставки Moderna. В принципе, на данной ситуации в нашей стране запас вакцин превышает 700 тысяч. Даже если мы смотрим на первые дозы, на вторые дозы и на бустерные дозы, в принципе, у нас вакцин хватает. Ну, это вселяет оптимизм. Спасибо большое, у нас уже время, правда, не хватает, вакцин хватает. Инга Васильева у нас была в прямом эфире, как обычно, по понедельникам. Большое спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Что же, у нас впереди небольшая пауза, после которой мы поговорим о благотворительных делах, о таких добрых, с главой благотворительного общества Лабья Циловики Юлии Гесса, которая будет с нами на связи тоже по Зуму. Оставайтесь с нами. Утро.